всем добрый вечер на связи уже не доктор и прежде чем мы начнем обозревать bitcoin с возможностями которые нас ждут впереди сделать иксы вот прежде чем мы начнем вы должны вынести плату за этот анализ это лайк подписка и колокол и всем кто будет писать что я бухой выхожу на обзоры да я только что выпил 10 литров водки я думаю видно как у меня глаза смотрят в разные стороны конечно ну а давайте мы все-таки отвлечемся от темы водки переключимся на тему значит нашего биткоина глобально ребят давайте опять недельный таймфрейм посмотрим я думаю что вот бычье настроение для биткоина да у всех сейчас вот в голове возникает вопрос будет ли рост биткоина там до уровня 90 или 100 тысяч долларов я думаю что он может возникнуть только во время одного сценария если мы с вами преодолеем 20 недельная скользящая средняя протестируем его и уже только после этого пойдем уже там в рост и тогда да действительно можно будет говорить о каком-то дальнейшем росте до тех пор 20 недельная скользящая средняя для нас является уровнем сопротивления которое собственно давид давид цены и это место продаж то есть место откуда быки медведи будут открывать свои короткие позиции а люди которые не закрылись в раньше времени закрылись раньше не закрыли свой лонг будут закрываться в этом месте то есть быки сейчас явно проигрывают то есть у нас конкретно медвежья картина на рынке и это огромные поводы для того чтобы открывать короткие позиции у скользящего среднего до такого массивного как это делалось допустим в периоды роста во время 2017 года когда цены были давайте мы туда вернемся когда цены были над 20 недельным скользящим среднем так это мы ничего график это плохой график у нас на что плохой он не прогрузился вот нам нужный график вот от 20 недельного скользящего среднего люди открывали лонг позиции когда была восходящая тенденция когда это средняя скользящая была направлена в сторону роста и с точностью до наоборот происходит картина когда цены находятся под ним и она направлена вниз это компьютерный технический анализ здесь нет никакой субъективности только вот конкретика что вот есть мы сейчас видим 20 недельное скользящее оно заняло горизонтальное положение но ребят воскресенье в ночь воскресенье на понедельник закроется очередная недельная свеча если она закроется ну вот ниже уровня 20 недельного скользящего вот на этих местах на этих отметочках то мы с вами увидим начало заворота в сторону снижения это будет тоже сигналом на снижение еще одним поводом для медведей открывать вот вблизи точки ценности короткие позиции то есть грубо говоря трейдером им все равно восходящий транс нисходящий они зарабатывают на движениях конечно на растущем рынке зарабатывать проще потому что ты просто купил актив и держишь его на фьючерсах там немножечко другая игра идет свои правила несколько сложнее тем более ну если говорить о коротких позициях о игре на понижение вот пока что ну если судить конкретно объективно мы имеем дело с медвежьим рынком и получаем с каждой недели все больше и больше подтверждений того что действительно так значит областью покупки для долгосрочных инвесторов потому что я думаю что вот мы все-таки будем торговаться в диапазоне между 40 тысячами да и 30 тысячами я думаю что мы будем колебаться достаточно долго вероятно все-таки сходим протестировать 20-недельная скользящая средняя хотя бы разочек я в это верю и уже исходя из того что здесь будет происходить я буду устраивать свою тактику и стратегию продолжать держать биткоин докупать его или вообще полностью продать да исходя из того что здесь будет происходить если цены будут отталкиваться от него то я буду его продавать и тот который был куплен по тридцатке я его буду продавать и буду заново перезаходить по стратегии усреднения уже наверное по большей части на 30 тысячах долларов и в диапазоне между 30 и 18 с половиной 19 тысяч долларов да это уровень максимума 2017 года это очень сильный уровень поддержки для нас будет и сомневаюсь я что цены пойдут существенно ниже уровня там 19-18 тысяч долларов вот поэтому это будет в любом случае я думаю что вот при таком сценарии это будет оптимальный вариант закупаться в этих областях если достигнут мы на какие-то большие проценты еженедельно например да и на какие-то меньшие проценты и вблизи 30 тысяч долларов но картина выстраивается таким образом что если все-таки наступил какой-то короткосрочный среднесрочный нисходящий тренд и что очень даже вероятно я думаю что мы будем в любом случае с вами какое-то время может быть даже ближайшие полгода консолидироваться в этой области перед тем как совершить дальнейшее движение до уровня 100 тысяч долларов то есть как для того чтобы картина поменялась нам реально нужно выйти за пределы 20 недельного скользящего среднего и уже получить массу несколько подтверждений того что это не ложный пробой а действительно цены готовы дальше расти сейчас ну мы ребят как бы тут можно верить чудесам можно верить можно во что угодно верить можно говорить что время на нашей стороне но факт остается фактом мы с вами в нисходящей тенденции здесь даже уже можно заметить да что все-таки хоть чуть-чуть чуточку на 20 недельная стоящая средняя немножечко уже начала свой заворот в сторону снижения теперь давайте посмотрим еще на уровне коррекции фибоначчи давайте-ка глянем с вами на них от так сказать за последнее падение последнее движение возьмем и посмотрим докуда до цены по идее должны скорректироваться где мы увидим еще уровни сопротивления ну вот собственно первый так сказать уровень при сильных тенденциях нисходящих это 40 уровень 41 1400 долларов мы так до него даже не достали ну были близки с ним 50 процентов это у нас 44 800 и золотой карман это 62-65 процентов это уровень 48 тысяч долларов как раз таки совпадает вот 61,8 как раз таки совпадает 61,8 процента уровень коррекции совпадает с уровнем 20 недельного скользящего среднего вот если напомню вам взять в расчет также 200 дневная скользящая средняя и 50 дневная вот здесь вот то мы видим как они стремятся к друг другу на встречу при их пересечении образуется не очень хороший медвежий сигнал который называется крест смерти я о нем рассказывал позавчера вот давайте посмотрим еще раз вблизи что там у нас происходит сегодняшнее утреннее видео с краткосрочным прогнозом было пробитие линии шеи двойной вершины головы плечи треугольник асимметричного с целями 34 тысячи долларов но мы увидели как сейчас цель цены оттолкнулись уровня 35 тысяч долларов для нас и забыл утром конечно не вам сказать это не очень хорошо вот но я думаю что со второй попытки все-таки 34 тысячи долларов будут взяты давайте мы посмотрим сами на осцилляторы что там у них происходит так ну сейчас вот посмотрим что здесь будет образовываться судя по всему так тут у нас был переход нет и даже перехода гистограммы в зеленую зону не было но может подзатянется конечно поход 34 тысячам 35 тысяч долларов тоже вот психологически важный уровень да и здесь вот некоторых местах недавно мы от него отбивались поэтому до возможность с первого раза именно поэтому он пробит собственно не был но картина сейчас на всех таймфреймах она больше медвежья чем бычья давайте еще и мэрибон включим ну да даже вот мы находимся сейчас с вами под всеми экспоненциальными скользящими средними на всех ключевых таймфреймах да то есть один час 4 часа один день вообще далеко от точки ценности там разве что на неделе да мы по-моему еще восходящей тенденции находимся ну и тут под ключевыми сказать средними скорее экспоненциальными скользящими средними тоже мы находимся ниже да то как бы на них уже на таком таймфрейме я не смотрю на такие на крупный период такой как там больше двадцати недель ну или больше там 50 недель еще можно посмотреть но я все-таки на крупных таймфреймах привык использовать простые скользящие средние не экспоненциальные вот так что друзья мои относительно альткоина в текущий момент ну если мы увидим что bitcoin все-таки вернется в свое среднем то наверное альткоином будет хорошо в этот самый момент они обновят свои максимумы и мы с вами увидим какое-то еще продолжение альткоин сезона но чем дольше мы находимся ниже этих всех скользящих чем дольше мы находимся ниже уровня диапазона сопротивления 41 42 тысячи долларов у которой очень важен для нас тем меньше я во все это верю тем меньше у нас причин для такого вот сценария вот поэтому да сейчас мы можем в течение скольких недель я думаю коснемся все-таки 20 недельный скользящий средний и вас это породит массу таких настроений таких вот ура все восстанавливается ура все будет расти на самом деле медвежий рынок отменяется это будет просто ловушка вот которая отшлепает по попе я так сказать невнимательных и неосторожных инвесторов но зато это будет шанс для тех будет шанс так сказать для для тех кто не не распродал свои альты там во время и для них будет хороший шанс их распродать по хорошей для себя цене возможно даже какой-то плюс еще выйти сейчас я с альтами уже каждое видео это объясняет делая иметь не буду и не собираюсь для меня это слишком большой риск на текущий момент на рынке регулярно пускай не так часто но регулярно появляются возможности как минимум раз в год когда можно спокойно заходить в альткоины и на них иксовать bitcoin то есть сейчас такой момент когда тоже можно иксовать достаточно быстро но ненадежно я предпочитаю медленнее но зато надежнее так сказать задача не развлекаться здесь на рынке а зарабатывать вот так сказать у меня стоит такая задача я надеюсь что перед вами тоже вот и тогда вам будет интересен мой анализ мой канал мой подход если он вам близок да если нет то все равно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и жмите на колокол чтобы не пропускать следующие видео а я пойду выпью следующие 10 литров водки но в свою очередь я желаю вам всем жирного профита и мы увидимся с вами завтра пока